друзья мои всем привет вы в мастерской совы рукодельницы сегодня я сшила такое панно это подарок для музыканта и каскад это название их творческого коллектива причем каскад это два отдельных словах в названии группы и я не ошиблась при написании здесь у меня такие туннельчики чтобы вставить ну например палочку и повесить на стену и сейчас я покажу как я шила это панно начну я шить следующим образом нижней частью моего панно будет спандбонд это не ткань это синтетическое не тканное полотно которое используют в строительстве и сельском хозяйстве но я решила что для нижней части панно будет самый раз поскольку нагрузки не несет и стирать его будут не слишком часто из пандбонда я вырезала 3 прямоугольник его размеры 67 на 80 сантиметров и я разделила его на три части вот здесь я провела линию ширина ее 20 сантиметров и здесь будет находиться название группы вторую половину я также разделила на две части здесь ширина 47 сантиметров я разделила на 23 и 24 и также провела линию по этой линии будет находиться середина гитары а среднюю часть я сделаю лоскутной я вырезала полосу из однотонной джинсовой ткани на этой полосе будут буквы для средней полосы я нарезала квадратики размером 7 на 7 сантиметров из них стачаю лоскутное полотно причем джинсовая ткань хороша тем что ее можно стачивать как на лицевую так и на изнаночную сторону тем самым получая разные оттенки вот я сначала лоскутное полотно из квадратов сейчас примерю к нему темную полосу также я вырезала светлую полосу не знаю как лучше ее положить наверное вот так и вырезала половину гитары видите на изнаночной стороне я рисовала гитару и по рисунку вырезала также пристрочила половинку круга гитаре пристрочила зигзагом как обычную аппликацию гитару я пока приколю далее все три полотна нужно стачать вместе и затем разутюжить я сначала полотна как видите гитара у меня еще не пришита сейчас я подровняю свое полотно и теперь собираем сэндвич и собирать я его буду наоборот сначала кладу свое заготовленное полотно вместо наполнителя я буду использовать вискозную салфетку и сверху кладу спандбонд но с ним нужно работать очень аккуратно потому что он не очень стабилен поэтому я все слои скалываю далее я отстрочу полотно из квадратов в раскол швов отстрачивать буду вот такими нитками это полиэстер для машинной вышивки я прострочила среднюю часть панно и сейчас я зигзагом как обычную аппликацию прострочу по контуру гитары я отутюжила после на строчки гитары и далее на темную полосу буду выкладывать буквы я вырезала их из более светлой ткани настрачивать буду не зигзагом а прямой строчкой еще я вырезала вот такие нотки настрачу их в каком-нибудь беспорядке вот я пришила название группы и сейчас возьму зубную щетку старую и попробую разлохматить края букв заодно сотру карандаш так же я пристрочила нотки и осталось окантовать панно покажу вам как я делаю подвес для панно в данный момент у меня есть такая алюминиевая трубка хотя можно взять любую палочку и я заготовила три детальки их нужно взять такой ширины чтобы в готовом виде туда можно было как бы втолкнуть трубку или палку в эти тоннели и конечно же прибавить припуск на шов выкраиваю три детали одну по длиннее две более коротких и сейчас я застрочу боковые края деталей широкую деталь поставлю в середину панно а короткие будут по краям и я начинаю обрабатывать верхний срез я приколола туннели для своей палочки и поверх я приточаю окантовку и вот почти законченная работа и я забыла прострочить струны ну а здесь у меня туннельчики для трубки вот я отстрочила струны серебристой ниткой и работа моя совсем готова если мое видео оказалось полезным для вас или подтолкнуло к творчеству подписывайтесь на мой канал мастерская совы рукодельницы пишите комментарии ставьте лайки всем пока до встречи